Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик. На моем канале есть множество связанных детских шапочек с ушками, но сегодня я вам хочу показать вот такую шапочку, которую я сделала для мальчика набором со снудиком. У меня получилось связанные вот такие вот чередования жгутиков и полосочек. Наборчик я связала на мальчика 4 годика и украсила его всего лишь помпончиком. Так как это набор для мальчика, я старалась сделать очень простой узор, который, скажем так, не будет обязывать, не будет большими какими-то пышными жгутами связан, а просто такие вот аккуратные жгутики и полосочки. Я сегодня хочу вам рассказать вкратце, как я вязала данную шапочку. Есть множество шапочек, которые вы можете связать, смотрите видео на моем канале и остальные. Но при вязании данной шапочки я изменила узорчик основной на вот такие жгуты и чередование полосочек. Основной раппорт узора у меня здесь состоит из 10 петель. Это 2 изнаночные промежуточные, 2 лицевые полосочки из 2 лицевых, 2 изнаночные промежуточные и вот такие замечательные жгутики с перекрещиванием 4 лицевых петелек с наклоном вправо. Для начала я набрала 108 петелек, которые делятся у нас на раппорт узора резиночки 2х2 из 4 петелек состоящие, это чередование 2 лицевых, 2 изнаночных петелек. Связав ширину резиночки, у меня получилось 19 рядочков, я перешла на, скажем так, сдвиг вправо на 2 петли. То есть, над двумя изнаночными я вязала 2 лицевые, над двумя лицевыми 2 изнаночные, но при этом связала на 3 ряда короче резиночку второй части от ворота и 16 рядочков. Затем начала в 17 ряду после вот этой второй части от ворота распределять петельки на узор, где добавила еще 2 петли. Так как раппорт узора составляет 10 петель, а у нас изначально набрано 108, то мне нужно было набрать еще 2 петельки. Я их набрала на последнем жгутике. Из двух лицевых вот здесь вот я вывязывала прибавления, то есть из каждой петельки. Все остальное я вязала просто распределение, поменяв спицы на размер побольше. Резинку я вязала спицами номер 3, основной узор 3,5. Вот, и затем, когда перешла на основной узор, распределила петельки на 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, это петельки жгута. И затем в каждом четвертом ряду просто делала перекрещивание жгутика, 2 первые петли оставляла за работой, 2 следующие провязывала лицевые, и за работой провязывала, получается, возвращала в основное вязание 2 лицевые оставленные петли. И таким образом я делала перекрещивание в 16 рядочков, ой, 16 сантиметров. Вот, сколько у меня получилось, вместилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, порядка где-то 6-7 здесь жгутиков. И я начала убавление, скажем так, издалека заходя, так как у меня основная, скажем так, высота шапочки составляет 18,5 сантиметров, то где-то 2,5 сантиметра у меня ушло на убавление макушки. Я сначала начала убавлять изнаночные петельки по одной, с каждой стороны, затем я начала провязывать перекрещивание жгутика, где убавляла, параллельно перекрещивая попарно, провязывала с наклоном вправо, и затем убирала полностью изнаночные петли, и лицевые сокращала попарно. Таким образом у меня получилась вот такая макушечка, куда я прикрепила помпончик. Затем я распределила шапочку на 5 равных частей, 2 из которых это у нас ушки, 1 задняя часть и 2 части это передняя сторона. Как делать ушки есть уже на моем канале отдельное видео, абсолютно из любой шапочки вы можете вывязать ушки, взять любой понравившийся вам узор, связать шапочку и затем пришить, точнее как, привязать вот такие вот ушки, которые двойные, этот наборчик отлично подойдет на зиму для ребенка, вот, и сделать вот такие замечательные жгутики, которые также присоединяете к ушкам, либо вывязать полый шнур, как вам удобнее. Вот, видео по поводу вязания снуда есть уже на моем канале английская резинка и детский снудик, поэтому, в принципе, вкратце я вам рассказала, как сделать данную шапочку. Кому осталось не совсем понятно, задавайте вопросы в комментариях. Вот, на данный наборчик у меня ушло практически 2 мотка, то есть у меня на снуд ушел моточек с небольшим и на шапочку практически моток, то есть, в принципе, осталось 2 моточков, такой вот, скажем так, небольшой остаточек пряжи. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, вяжите другие шапочки на моем канале, делитесь этим видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!